ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Это с творогом? Погоди жрать! Чего? Мужика, видишь, у тюремка? Ну, вижу. Не узнаешь? Нет. Это же Миша Семеновский. Какой еще Миша Семеновский? Дай-ка ориентировку. Вот же он. Ну, вроде похож. Здесь написаны особые приметы, шрам на лице. Их, шрам. Точно есть. Вызывай группу. Экипаж 28-16. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Все, работаем Ты Семеновского видишь? Вижу, он и Сергеич за ним Алло, привет Видите его? Конечно Значит, собрали все в кулак Берем его Работаем Тормози, приедем Черт Ключи! 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 Отдай! Ключи отдай! Андрюха! Андрюха, ты налево едешь, да? Андрюха, ты налево едешь, да? Давай дальше! Термин Термин Саверий, вызывай скорую! Полиция, стоять! Стоять, полиция! Выйти с машины! Я депутата вижу! Выйти с машины! А попадение приглашения нужно? Это правительственная машина! Я не понял, что с моим штука? Что я могу сделать? Чего? Через час на свещании должен быть! Ничего себе! Ментов надо вызывать! Да вызывай! Я скоро вернусь! Владимир Александрович! Да, Паш! Тарабанов выехал из банка! Наши поехали за ним! Работаем по плану! Я выхожу! Вас понял! Все это работает! Возьми за 7 лет! Потолки! Pourלל стать он! Под Balt willst ia полезно! Как нам钱? Возвращение по плану! Скай, любой увеки! Глеб Сергеевич, у меня две новости. Начинай с плохой. План перехват, ничего не дал. Владелец авто, подстрелянный Семеновским, скончался в больнице. Данила слушает. Есть. И третье. Меня вызывают на ковер. Извините, Евгений Алексеевич, но после последнего покушения на Геннадия Леонидовича… Да, я понимаю. Проходите. Добрый день, Геннадий Леонидович. Давайте договор. Годится. Считайте деньги и подписывайте. Стоять. Стоять! Не двигаться. Господин Воронин, на выход. Без вещей. Владимир Александрович, что вы себе позволяете? Вы не имеете права. Как начальник службы безопасности банка я имею право. Господин Тарабанов, вы взяты с поличным при получении взятки за предоставление льготного кредита. Я требую своего адвоката. Требую вызвать полицию. Заявление в полицию от руководства банка уже готово. Но прежде я хочу, чтобы вы посмотрели мою аналитическую записку, чтобы принять взвешенные решения. Черт. Я вас недооценил. Я так понимаю, вы готовы говорить без адвоката и без полиции? Если мы дадим ход этому делу, вы сядете за решетку. И надолго. Ну, это еще суд будет решать. А у меня хорошие адвокаты. Возможно. Но есть и оборотная сторона медали. Если будет возбуждено уголовное дело, оно коснется также господина Воронина. А зная его биографию и связи в криминальном мире… Хорошо. Я готов компенсировать банку финансовый червь, который я принес ему своими действиями. Что надо сделать? Не ожидал я тебя, Данила, что ты так и конфузишься. Тебе Семеновского, можно сказать, на блюдечки поднесли. А ты его упустил. Там местные опера выскочили, товарищ генерал. Попали под перекрестный огонь. Пацаны. Вот как. А они сказали, что это вы помешали им Семеновского взять. Они давно его пасли. А я собирался тебя на вакантное место назначить. Место полковника Скороходова. Кабинет. Персональный автомобиль с водителем. Ну, я уже приказ подготовил. Осталось только подписать. А ты все взял сам и испортил. Эх, жалко, не успел я ее Глебу Сергеевичу передать. Что это за сучок, старичок? Да сам ты сучок. Ветка омелы, первоклассный оберег. От травм защищает. Ну, ну. От начальства. А то. Защищает. Ну что, Глеб Сергеевич? Фух, принесло. Я что, даже выговор не получил? Лучше. Я не получил назначение на место Скороходова. Так что хотите вы или не хотите, а я остаюсь вашим начальником. Хотим, Глеб Сергеевич. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Потом отметим. Ага. Пять раз. Аллея. Вы мне лучше вот что скажите. А что этот Миша Семеновский, которого ищут по всей стране, рванул в Питер, а? Ну, наверняка задумал что-нибудь крупное. Иначе к нам бы не сунулся. Правильно. А преступник должен сидеть в тюрьме. Поэтому не будем просиживать штаны. Подниму его старые дела, связи. Мишине было шесть лет. Так что целая эпоха миновала. И я думаю, что он наверняка встретится с кем-нибудь из своих старых подельников. Так. В чем сидим? Работаем? Есть. Понятно, Глеб. Сергеевич. Само собой. Я убежден, что Воронин в первую очередь захочет избавиться от опасного свидетеля. То есть от вас. Ладно. Ладно. Я могу сверх денег отписать свою квартиру. Загородный дом. Но это все, все, что у меня есть. Клянусь. Я клянусь детьми. Правда. Только не впутывайте сюда, Воронина. Умоляю, умоляю. Вы, вы не представляете, на что он способен. Разрешите? Да, проходи. Садись. Рассказывай. Тарабанов согласился возместить банку, нанесенный ущерб. Это я в курсе. Только что прослушал запись вашего разговора. Ну, значит, мне нечего добавить. Не думаю. О чем вы? Я о квартире и о доме Тарабанова. Скажи, пожалуйста, а кто уполномочил тебя отказаться от них, когда он предлагал их банку? Никто. Тарабанов не осужден и не приговорен к конфискации имущества. Здесь суд я, Андрей Захаров. А если у тебя не хватает смелости принять решение, ты должен был позвонить мне и посоветоваться. Дом и квартиру надо было брать. Без решения суда. Извините, но я соблюдаю законы государства. Ты работаешь на меня, а не на государство. Так что будь любезен выполнять мои приказания, если, конечно, не хочешь оказаться на улице. У вас ко мне все? Все. Жаль, что я не работаю на государство. Все чисто. Мужик, уйди! Ну что там, старый петер. Молодец, Юршик. Валим. Товарищ генерал, полковник Карпенко по вашему приказанию прибыл. Вольно, Юра. Присаживайся. Благодарю. Прочитал твой отчет об операции. Толково. Спасибо. Главное, очевидно, что Данилов вместе со своими казаками всю малину тебе испортил. Впрочем, я не про Данилова, а про тебя. Слушаю вас. Хочу забрать тебя с района и назначить на должность ушедшего в отставку полковника Скороходова. Что скажешь? Да я согласен. Молодец. Здесь нужны такие, как ты. Толковые, свежие. Люди новой формации, которые чувствуют вызовы времени. Кстати, о времени, товарищ генерал. Хотел бы с вами договориться на берегу. Я считаю, что служба наша нуждается в реорганизации. Понимаете, время такое, когда нужно больше работать головой, чем руками. Такие опера, как Данилов, анахронизм. Я считаю, что ставку нужно делать на аналитику. Добро, полковник. Проводи свою реорганизацию. А приказ я уже отнес в кадры. Спасибо. Разрешите идти? Идите. Здравствуйте. Капитан Белоков. Скажите, кто? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравия желаю, Глеб Семенов. Здорово. Саверин. Большое спасибо. Что у нас тут? Да, Глеб Сергеевич, у нас тройник. Женщина 34-х лет и бариоохранника. Застрелена с особым безуверством. Это как? Как решето. Шесть, девять и семь попаданий соответствуют. Глеб Сергеевич, ну, как всегда, никто ничего не слышал и не видел. Вас ничего не напрягает? В смысле? О, да жалом вокруг поводите. Елки-то бредки. Что такое? Да уедите к блину в ППСники и засекли Мишу Семеновского. Вот именно. Значит, Миша взял очередной заказ на убийство и попытался найти удобное место для его осуществления. Что там по контактам Семеновского? Домой информатор пытается выйти на одного из его старых подельников Николая Петровича Шурина. Погоняла Калюня. Поторопи его. Работайте. Есть. Семен, я еще сфотографировал. Так все-таки, зачем я вам понадобился через столько лет? Мне предложили должность в главке. И первое, что я хочу сделать, создать при управлении аналитический отдел. И предлагаю вам его возглавить. Мне нужны профессионалы, как вы. Вот как? Угу. А как насчет того, что дважды в одну реку не входит? Сколько лет прошло, как вы ушли со службы? Шесть, семь. И река уже не та, да и мы другие. Не знаю. В банке как-то больше свободы. Суд здесь я, Андрей Захаров. А если у тебя не хватает смелости принять решение, то нужно позвонить мне и посоветоваться. Не устраивают построений, заслушиваний. Больше денег на оперрасходы. Но и маразма меньше. И в банке как-то больше зарплаты. Согласен. Но за эти деньги вы деградируете, как профессионал. Начальник службы безопасности банка – болото. А у нас вам гарантирован профессиональный рост. Преступлений, к сожалению, меньше не становится. Так что еще докторскую напишите. Не знаю. Всю бюрократию по оформлению я беру на себя. Подумайте, Владимир Александрович. Надеюсь, на скорую встречу. Всего доброго. Не очкуй, ёршик. Пей. Сейчас от козел бабки отдаст, я тебе новую печень куплю. Давай. Часики-то поставь. Это собственность банка. Я их на свои деньги покупал. Да, и чек предъявить можешь. Так что даже не пытайся, охрана все равно не выпустит. Досматривать будете? Назад приползешь. С тощих казенных харчей. Тощие – это неплохо. Я тут у вас начал жирком заплывать. В общем, вы правы. Прощаться, так прощаться. Уважаемый, полтинничком не богат. Мужик, иди отсюда. Иди отсюда. Давай-давай-давай. Давай-давай. Любезнейший, полтишочком не богат. Не мягче. Ну что, Андрюх, информация верная. Калюня Шурин там. Взял 150 коньяку. Как выйдет, будем брать. Так и будем Калюни на гоп-стоп брать. Слышь, Белов, ты этот игривый-то он оставь. У Калюни Шурина все статьи разбойные. Ты, кстати, оберег взял? Зачем? Калюня под градусом очень буйный. Так это же хорошо. Ну-ну. А вот, кстати, и Калюня. Давай, Кой. Ты за ним, я в арку. Возман, держи право полной вперед. Давай, Кой. Давай, Кой. Товарищ подполковник, а… Вера Андреевна, меня зовут Владимир Александрович. Так точно, Владимир Александрович. Вот есть новый кандидат на место в отделе. Романов Михаил Николаевич. Опер, бывший опер. Был ранен, но сейчас ищет новое место работы. Он здесь? Да. Пойдемте. Майор Романов для прохождения экзамена прибыл. Ну что вы, Михаил Николаевич, какой экзамен? Небольшой тест на профпригодность. Посмотрите, пожалуйста. Вот две фотографии с места преступления. Найдите пять отличий. Можно было сразу сказать, что я вам не подхожу. И не ломать комедию, Владимир Александрович. Он что, обиделся? Я не поняла. Видите ли, Вера Андреевна, это две совершенно одинаковые фотографии. Но чем больше соискатели их изучают, тем больше они находят различий. А вот господин Романов все понял с первого взгляда. Так. Я тоже проходила этот тест. И нашла три различия. Но вы меня взяли в отдел. Почему? Вам можно, товарищ капитан. Вы женщина. Че засветился, Калюня? О, черт. Все, Калюня. Пошли, пошли, Коля. Я бегался. Ну, мы не слышим ответа, Шовин. Не знаю я, где Миша. Не знаю. Клянусь. Да брось ты. Клясться женщина будешь в любви, когда освободишься. Тут ведь, Николай, расклад простой. Не сдашь нам Семеновского, намотаешь себе срок за применение насилия, опасного для жизни и здоровья. Кстати, в отношении представителя власти. А это до десяти лет, Николай Петрович. Ну, а если сдам? Что, медаль получу? Да нет. Ну, медаль купить-то это навряд ли. Но ножичек в протоколе не будет. Мы тебе обещаем. Какого ножичка? Так, начальник, вот эту же бессвидетельность. А это уже совсем другая статья. Ясен Пенни, другая. Кодекс читал. Ну. Решай. А Миша надолго уедет? Навсегда. Миша, Миша. Поехали на Троицкий. В общагу. Только я вам ничего не говорил. Конечно, не говорил. Само собой. Учтите, после одиннадцати не пущу. О. Здрасте. Так, а это что за делегация? Свои, свои. Свои? Свои. У нас гости. О-хо. Че, Коля, дальше-то куда? Ну? Туда, в конец. Ну, если не туда, тебе конец. Эй, я с вами не пойду. Да, конечно, не пойдешь. Здесь постоишь. Стоп, Андрюха, туалет проверь. Так он ведь женский. Алло, брат лихой. Эй, че надо? Толчков, что ли, свободных мало? Мужик, че здесь делаешь? Ой, извините. Давай, проваливай. Давай, давай. Иди отсюда. Молодец, выручила. Живи. Алло, встал, говорю? Ты же не он. Да вижу, что не он. Ну, а фиша-то знакомая. Ой, Ленчик, ты что ли? Белов, это Ёршик. Дважды судимый человек. Земляк, кореш и подельник Миша Семенов. Земляк, да. Подельник, да. Корешами мы в детстве не были. Ну, это я понял. Ленчик, а че так сдал-то? Болеешь, что ли? А что, начальника по кадрам нет? Скоро будет. Рапорт. Прошу, прошу, зачисляйтесь. В пресс-службу ГУВД. Я всегда думал, что в пресс-службу стремятся длинноногие девицы. А уж никак, неопытные оперативники. В пресс-службе мне не будут устраивать глупых экзаменов. Секундочку. Да ты что? С ума сошел? Миш, тебе придется написать другой рапорт. С просьбой зачислить тебя главным специалистом в аналитический отдел. И этот рапорт я сразу подпишу. Присядь. Меня в опера не берут после ранения. Пресс-служба для девиц, ты прав. Остается аналитический отдел. А как же медкомиссия? Врачей я беру на себя. Разрешите войти, товарищ полковник? Проходите, подполковник. Глеб Сергеевич, а как так получилось, что вы не смогли взять Семеновского в общежитие? Если ваши люди не могут работать профессионально, вызывайте специально обученных, СОБР. И впредь по всем операциям предварительно будете докладывать мне. И будете делать так, как я вам скажу. Это ясно? Я не знаю, как вы работали раньше. Но я наведу здесь дисциплину и порядок. Это ясно? И второе. Потрудитесь, пожалуйста, приходить на службу в форме. Вы все-таки какой-никакой начальник отдела. Ясно. Товарищ полковник. Разрешите идти? Нет. Я вас не отпускал. Присядьте. Есть какая-то информация по Семеновскому? Уже двое суток прошло, как вы его упустили. Такая нет, но майор Саверев работает. Угу. Здравствуйте, Денис Юрьевич. Здравствуйте. А, доктор, и что поведали анализы? А ничего хорошего не поведали. У больного цирроз печени второй стадии. Ммм. И что это значит? А это значит, что если вовремя не приступить к лечению, то... То прогноз самый неблагоприятный. Спасибо, доктор. Вот теперь все понятно. Доершав. Да. Обращайтесь. Будьте здоровы. Угу. Ну что, Йоршик, альтернатива ясна? Покажешь нам Мишу, пойдешь на лечение, а не покажешь. Падлы, не буду. Да, конечно, не будешь. Ну, тогда, Йоршик, будешь жмурик. Дело-то хозяйское. У тебя на все про все есть время. Одно яблоко. Леонид Петрович, будешь? А, тебе ж нельзя. А вот взгляните, любопытная статья. Называется «Табачок в Русь». Партнеры по бизнесу не поделили прибыль. Так это же Старчук, которого расстрелял Семеновский. А вот еще интересное фото, годичной давности. С презентацией модного салона. О, убиенные три дня госпожа Миронова, вместе с предполагаемым заказчиком убийства Старчука. Предположу, что у них были близкие отношения. Однако. Разрешите? Проходите. Знакомьтесь. Подполковник Данилов, начальник оперов. Подполковник Старыгин, начальник аналитического отдела. Владимир Александрович. Глеб Сергеевич. Что-то не припомню такого отдела в структуре главка. Все меняется, Глеб Сергеевич. В наше время больше нужно работать головой, а не бряцать оружием. Вот я и попросил Владимира Александровича проанализировать то дело, которым вы занимаетесь, по Мише Семеновскому. Доложите, подполковник, что удалось выяснить. Шесть лет назад на той же самой улице, где была убита Миронова, произошло заказное убийство. Был застрелен коммерсант Старчук. В роли киллера выступал Миша Семеновский. Тогда, кстати, его удалось задержать. Но это всем известно. Глеб Сергеевич. В тот раз Миша Семеновский не назвал имени заказчика, поэтому получил максимальный срок. Вероятно, заказчик что-то ему обещал, но обещание свое не сдержал. Недавно Миша совершил побег и решил напомнить о себе. Поэтому Миша убил любовницу заказчика и ее охраны. На том самом месте, где был застрелен Старчук. Интересно. Откуда же господин аналитик обо всем этом узнал? Уважаемый Глеб Сергеевич, информация находится в открытом доступе. Нужно просто присесть, почитать и подумать. Суммируя всю эту информацию и учитывая тот факт, что Михаил Семеновский после убийства Мироновой до сих пор остается в городе, я думаю, что он ждет денег за выполненную шесть лет назад работу. Запросил он, судя по всему, много, поэтому заказчик собирает наличные. Что конкретно вы предприняли? Я установил наблюдение за заказчиком, и я думаю, что в ближайшее время мы возьмем их при передаче денег. Извините. Слушаю, Серега. Это Савельев. Ага. Повтори. Ершов согласил сотрудничество и сдал нам номер Миши Семеновского. Да, номер этот личный, и Миша не знает, что Ершик его срисовал. Я поставил номер на прослушку, и теперь нам известен, где Семеновский будет встречаться с заказчиками. Ну что ж, похоже, вы оба вышли на преступников. Теперь главное их не упустить. На сигнализацию не поставил. Сам вижу. Значит, оставил кого-то в машине. Может, просто забыл? Слушай, не умничай, а? Я не умничаю. Я анализирую вслух. Может быть, он оставил в машине злую собаку. Я тебе говорю, не умничай. Если бы в машине осталась злая собака, она давно бы показала свою морду в окно. Внимание. В такси может находиться Михаил Семеновский. Приняли. Так, надо номера пробить. Мне не надо. Я и так знаю чей-то джип. Знаешь, так говори. Сейчас сам все увидишь. Это же Захаров. Директор банка. Выходит, это он заказал Старчука. А сейчас приехал, чтобы расплатиться скингером за заказ. Как вы быстро соображаете, подполковник? А ты что, знал и не сказал? Я знал, а не сказал. Кому говорить-то? Тебе? Внимание, готовность 30 секунд. Вас понял. Первое, готовность 30 секунд. Ждем команду. Ну, на низкий старт будешь вставать? В Козаков-разбойников не наигрался в детстве. Пошли. Это второй. Перекрыть все выезды с парковки. Семеновского брать живым. Вызву машину! Стоять! Дамилов, хватит бегать! Садись! Погнали! Не стреляй! Он нам нужен живым! Чего ты делаешь? Выводи. Скажи спасибо, что там ребята были. А кто их туда поставил? Мне задержанные нужны живыми. А тебе пора перестать играть. Ты, Глеб, но не Жеглов. И портреты с кабинета убери. Жалко смотреть на тебя. Рассчитайте, товарищ генерал. Заходи, Юрий Юрьевич. Заходи. Значит, взяли Семеновского. Так точно. Молодец. Не ошибся я в тебе. Пес году неделю на должности. И уже организовал службу. И выдал результат. Благодарю за отличную работу. Служу России! Спасибо, что ты меня пригласила. Я обязательно приду. До встречи. Проходи. Глеб Сергеевич, лейтенант Светков прибыл к нам на стажировку. Вчера звонил кадровик. Помните? Здравствуй, Глеб Сергеевич. А, помню, помню. Илья. Да? Ну, здравствуй. Серега, постажируй парня. Ну, дай ему ручку, бумагу. Зачем? Да не знаю. А, ну, пусть автобиографию напишет. Или еще что-нибудь. Так, может, на компьютере? Покажи ему компьютер. Извините, у меня нет времени. До завтра. До завтра. До завтра? Ну, вот так. Цветков. Компьютер там. Пользоваться умеешь, надеюсь. О, звонок. Алло. Да, Полина, конечно, узнал. Сегодня? Сейчас. Хорошо. Так я всегда в форме. Давай. Ну, лейтенант Цветков, не забудь про автобиографию. Да. И подстригись. А я быстренько к информатору. Ну, давай. Остаешься за старшего. Интересная стажировка. Маргарита Витальевна, карточки с именами гостей разложены согласно вашей схеме. Прекрасно. Здравствуйте. Здравствуйте. Девчонки. Марго, дорогая, привет. Прекрасно выглядишь. Как поживаешь. Прекрасно. Прекрасно, девочки. Бриллианты настоящие, Марго. Имею такую слабость. Предпочитаю в этой жизни иметь все настоящее. Даже бриллианты. Умочка. Кто там? Ваня, Володя. Ну, здравствуй, Марго. Привет. Потрясающе выглядишь. Сколько лет мы не виделись? Ты просто умница. Только ты могла организовать такую встречу. Я очень рада тебя видеть. Проходи. Привет, Марго. Данилов. Данилов. Привет. Боже мой, какой ты стал, а. Какой матерый. Ну что, я постарела? Нет, ты стала еще красивей. Врешь. Ну, врешь же. Ну, приятно. Нет, Марго, я не вру. Ладно. Давай, проходи, потом об этом поговорим, хорошо? Хорошо. Давай, пока, пока. Господа, господа, проходим и садимся за столики, согласно своим карточкам. Проходим. Хорошо. Ну, ну, чего-то никто не пригласил, я сейчас замужу. Так, девочки. Владимир Александрович, я вас на последнем задержании не слишком задел? А уж. Да, устроили рассадочку. Как будто я с тобой в университете за пять лет за одной партой не насиделся. А уж я-то твою рожу вообще видеть не хочу. Видно, это у тех, кто рассаживал, такое чувство юмора. И у Карпенко тоже. При чем тут Карпенко? Не понимаю, почему именно тебя Карпенко назначил начальником аналитического отдела? Для того, чтобы мы с тобой в главке продолжали друг с другом лбами сталкиваться. Наверное, у него такая игра. И запомни, Володя, я не играю ни в какие игры. Хватит, Глеб. Все мы в игры играем. И я, и ты. И Марко. Что? Привет, кого не видел. Ну, рассказывайте, как живем? Вы что, поссорились? А мы когда-нибудь мирились? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok